Сегодня у нас 7 июля 2019 год, с утра мы встали, это воскресный день, сегодня у нас день крещения. Сестры помогают по кухне, морковку чистят, картошку тут навязают, рыбу готовят. Вот, а братья тут читают воскресный день, помолились сейчас коротко. Путь означает Новый Завет, астези, ветхий, как неоднократно нарушаемые иудеями, к пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, астези ветхого исправить. Ну, Путин, астези Путин, а побольше такая дорожка, астезя, вот как тут тропинка, тропинка Морусская. Теперь комментарии Игнатия Лавкина на слова Новый и Ветхий Завет. Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились бы проповедовать прямо по Слову Божию. Вообрази, что такое все-таки где-то случилось в третьем тысячелетии хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснять священное писание, как блаженный Феофилат, и дошел бы до этого места, где говорится о Библии в Ветхом и Новом Завете. Не просто говорить об этих путях и стезях, если по ним сам никогда не ходил. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию Феофилата на это место, и другие его собратья прозовут его баптистом и сектантом. Приходилось не раз встречаться с такой ситуацией, когда запроповедят одного священника, остальные ополчаются на него и просят актерея или убрать его, или запретить. Когда Феофилат Завет со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевоза Симеона в новом благослове, то перо выпало из его рук. С великой скорбью пишет он об этом, что отложил свой труд и не решился довести его до русской твадствы во избежание соблазна. Какого соблазна? Того, что, прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему, то в тот час же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение. Так пусть уж останется все так, как и есть. И остаются эти стежки-дорожки нехожеными. А пастыри оказались не руководителями и повыдарями для слепых, а сами ослепли, не читая Библию. Путь Царства Небесной один, Святая Библия. И так понимали все святые отцы, а сегодня на тысячу православных, проходивших всю жизнь в храме, при всем желании и розыске не обрящешь ни единого, кто бы толкование святых отцов к церкве и на Новый Завет. Сегодня издаются им, продаются свободно. Но авторитеты для православных, как и авторитет Библии на нуле, все поднынили новыми канонизациями, явлениями, державных икон, крестными ходами, переточениями и многим другим. О чем в Библии нет ни единого слова. И значит, пастыри ведут свою пасту не по путям и стезям, проложенным Господом, а непроходимыми дебрями, где на грязь Господа не вступала ни разу. Псалут 18, 112. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Иеремия 6, 16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. И найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Грустная концовка. Ветер Господь к нам обращается. Ну, тут еще говорится, что нужно найти путь добрый. И говорит, когда все свершилось, то должно быть добро одно. То есть должны всякие распри, всякие надменности, всякие гневы прекратиться. Даже если что-то еще оставалось. Ну, невозможно всегда быть готовым к крещению. Но когда крещение свершилось, тут уж готовится, будьте добры. У нас приходили разные люди. Раз был у нас ермонах. Очень умный человек. Он помогал вот это все составлять и дать ничего. Вот такое оформление все это он сделал. Но у него была одна слабость. Он был духовником у казаков. Оттайского края. И очень боистый. Любил казачьи песни. Все время их напевал. Что они делают, напевают казачьи песни. Я подойду, скажу, отец Сафана Илла, ты православные какие еще? Ну, какие? Царю небесные и казачьи. С нами по-птиски попоешь? Нет, нет, никогда не могу. И вот он все сильно говорил. Ну, почему война? Вот как так? Защищать отечество надо. Такое все. И тут как раз вышел фильм. Называется «Спасти рядового райна». Это первый такой фильм натуралистический. Где показывает, прям как людей рвет на части. Как ему так удается достигнуть, непонятно. И я говорю, давай с тобой посмотрим с рассуждениями по Евангелию. Ну, по Слову Божьему. Рассмотрим этот фильм. И когда просмотрели все эти ужасы. Ну, там ужас на ужасе. Ну, на ужасе что-то говорить. Я говорю, где ты видишь тут добро? Ну, да, защищают там и так далее. Ты видишь, что с человеками происходит? Это тебе просто экран. А если по-настоящему? Я говорю, давай, говорю, сейчас как бы ты не будешь по-настоящему. Дашь мне возможность. И я тебе немножко стукну. Ну, никому только не рассказывай. Ну, так между нами. И ты скажешь, о, мне очень приятно, да? Но никогда же не согласился. Я говорю, а ты говоришь, даже если защищать, ты все равно должен убить человека. А у нас, как говорят, папы придумали, а мы без ненависти будем убивать. С любовью. С любовью еще, да. И у нас брат один, общий, и у него отец, он участвовал в всяких там специальных операциях, как связист, короче. И он рассказывает, что там их раз окружили где-то, и вот у них там нужно было прорваться и там убрать врагов. И там он снайпер, и они все молятся за этого снайпера. И он заряжает винтовку свою, все там целится, и такой, господи, донеси. Я говорю, как вы молились, а как ты хотел, надо же прорваться. И что, донес Господь? Да, помог нам тогда Господь. Там убили нескольких, и как-то там прошли где-то там тропой какой-то. Ну, великое дело сделали. Для кого только, непонятно. Для властей и воинств. А как же Господь? Ну, Господа вспоминаем, а делаем совершенно не то, что Господь говорит. Ведь он на кресте, он что говорит? Не ведают, что творят. Прости им, Отец мой. Не прибивают его все дружно, хором. Одним подначивают. Это вот самое подлое, когда подначивать начинают. Когда там, ну, говоришь с каким-то оппонентом, а другие вокруг начинают науцкивать. Помню, работал в артелье, и денег мало было, пригласил свою супругу. Там, как бы, хорошо готовить надо. И приехала она. Ну, там же одни мужики, короче, начали до нее там некоторые умагаться. Ну, пришлось отступаться. И на меня там начали драться. И вот со всех сторон, как шавки. Это страшное зрелище. Я после этого ее оттуда увез, конечно, и больше никогда не был. Ужас. И я вот это представлю, как бесы злобно рвутся со всех сторон, чтобы человека затолкать вот в эту подлую горнило вот этой крови. А ведь это одно из самых важных вот сейчас установлений. Вот это добро, этот мир, настоящий мир, не тот, который нам хочет патриарх навязать и те, кто под ним ходит. А тот мир, который нам Христос дает, истинный мир. Когда он говорит, когда он говорит, мир вам, и мы тоже, когда здоровимся, и говорим, мир вам. Это значит, говорю, что у нас, вот как, знаете, как это, помните, Робинзон Круза, когда пятница идет к нему, вот так вот. Вот, он поднять не может, а он на коленях вот так подползает, и руки вот так держит. И к самому, к самому ему вот так подполз, и вот так вот положил руки. А он стоит с этим ружьем такой. И он потом мне, когда учился говорить по-английски, объяснил, что это он себя полностью отдает в его власть. Потому что он, ну, какой-то дух такой громовержец, что он на расстоянии людей убивает. Виктор Андреевич, у меня вопрос, пожалуйста, ты скажи, пожалуйста, когда мы садили занятия к священникум. Настоятельно был в храме... Катранов? Да, Михаил Катранов. Михаил Катранов. Да, да. И был там у нас помнят у Анатолий, а не проженик. А, который их организм... А, гадится? Нет. Нет, нет, вы? Нет, он пожилой какой-то. А, понял. Который вместе с Самойского вы приехал? Не знаю. Охранником работал? У нее мучка была такая, согласненькая. Помнишь? Ну, одним словом, он задает вопросы по Миктору Абрамову. А. А как вот Господь израильскому народу давал указание идти и воевать против людей, против народа? А. А, война же? Вам ответа не было. Вот так. Этот вопрос, он возникает среди нас тоже? Как ты ответил? Ответил по-моему вопросу? Я отвечу очень оригинально. Кто поймет, все должны понять. Вчера вот сколько мы крещаем их дыру, и все почему-то, кто не дочитал Евангелие, кто прочитал Евангелие, слава Богу. А многие сказали, а Ветхий Завет мы не читаем. Вообще. Ну, то есть там что-то прочитали и все. А тем даже, которые прочитали Ветхий Завет, ну, может, прочитали, а может и нет, даже и сами еще уже не знают. Потому что, ну, я, допустим, прочитал Библию от корки до корки, 77 книг, 22 раза прослушал, бесчетное количество, я постоянно Библию слушал. И я хочу сказать, что Ветхий Завет, ну, нет, это где-то водитель ко Христу. Почему не читают Ветхий Завет-то люди? Потому что они, ну, не понимают, что там написано. А Завет там написано, не убей. Завет, не убей. Наказывает кто? Сатана или Господь? И говорит, а лучше, говорит, впасть в руки того, говорит, кто может в ад отправить. Не впасть в руки того, а кто может в ад отправить? И все. Сатана. Это что, Сатана? Сатана сам там сидит. Это ад, Господи, говорится. Значит, вот Господь, как Ему угодно, так Он и поступит. И Он так и поступал, пока не пришел воплоти Сам Господь. И Господь здесь показал все свое милосердие. Есть такое песнопение, мне нравится такое казацкое. И там говорится о том, как был северный, называется Сибирский поход великий. Это в 1920 году, когда Колчака разгромили, то большая часть войска его через Байкал, через Ангару и Байкал вышли к Читу. Ну, то есть ушли от большевиков. И там говорится о разъезде вот этих казахских, вот это песнопение. И как бы, вот они уже замерзают все. И в этот момент, как бы, Бог Отец проникается этим всем их молитвами. И такие строчки, что ты смотришь, милосердный Сын. И тогда написано, Христос простер над ними руку и выводит. Ну, то есть, связь Бога Отца и Сына. Отец действовал по всему, а потом говорит, все отдаю в руки Сына. Все под ноги Его кладу. И теперь Сын дает нам новые заповеди блаженства уже. Которые теперь нам показывают, как действовать. Первые заповеди говорили, не убей. Но, однако, все равно же убивали. Даже своих же убивали. Было там три города в разных частях Израиля. Куда мог убежать, совершивший убийство. Но не преднамеренное убийство. А теперь есть такое в новом зрителе? Конечно нет. А те же 10 заповедей не убей действуют. Но я так понимаю еще, что Господь, Бог Егола, Он проверял еще людей в этой заповеди. Не убей. Ну, по большому счету, кто знает, вдруг найдется такой, который не будет убивать. Ну и ведь находились такие. Помните? Помните пророка, который не дал убить 120 тысяч человек? Его Елисей звать. Когда они пошли войной, все, и там к городу приступили. И он своему ученику говорит, он говорит, отец, великое множество народа. Он рукой пролел. И вот, говорит, они ходят по стенам, тычутся, все ослеплены. И тут выскакивает царь. Ну все, вот теперь-то они наши. Он говорит, а ты их ослепил. И Господь ослепил. Поэтому, давай-ка, выведи их. И написано, это полчища с тех пор никогда не ходила войной на Израиль. То есть, пример, это новозаветный пример в Верхнем Завете, когда кровь льется. А люди не любят мы Верхний Завет читать. Потому что там вот эта кровь, Бог жестокий, убивает. Что, да? Дополнение? Не дополнил. Там есть места в Библии, где конкретно повеление Божия убить. А если ты не убьешь, значит, что ты сделаешь? Кровь за кровь было. Не, что ты сделал, если ты не убьешь? Нарушишь. И повеление Божие нарушишь, да? Так я же про это сказал уже. Так это Ветхий Завет. А то Ветхий Завет. Ну я просто конкретно не говорю то, что ты сказал. Ты сейчас от себя разобуждение говорил? Или где-то у святых отцов вычетал? Вопрос теперь. Да, он не сам, святый. Тебе что-то не нравится? Нет. Я спрашиваю. Скажи лучше. Ну вот когда Ветхий Заветий не убил, Елисей удержал. И там показывал, что результат был самый лучший из всех результатов, которые там были. Даже без козлания, понятно. Я тебе просто священное писание мечтаю, а ты сам не сам. Хорошо. А если простишь, еще лучше. Вот гляньте, что такое благодать на благодать? Жена стыдливая. Благодать на благодать исполнить закон Божий, а благодать на благодать, когда ты еще при этом никого не убил, а все исполнил. И даже повеления-то не было там убивать от Господа. Когда были повеления убивать, они убивали, но не всех. И Господь расстраивался из-за этого. Как так? Я же вам сказал всех прогнать, а вы там гаганитяна ставили, еще там из Иусеев оставили. Иерусалим. Иусеи эти. Добился с ними еще Давид. Еле-еле там добился. Разбил. Господь же ничего им не сказал, вы плохие. Исполняли повеления. А Елисей благодать на благодать сделал. То есть и правда принятнет с небес, и истина возникнет с земли. Написано. Правда с небес. То есть Бог, Отец говорит одно, а Сын говорит еще больше. И все только о добре. Как бы на генеральную линию Сыну уже опираться, не на ситуационную приказку. И поэтому сейчас все, что касается войны, вот это освещение бронепоездов, вот это крещение солдат на линии огня, это все никак не относится к Сыну. К Иисусу Христу и к Его Евангелию. Ну это самое сложное. Первое, что там в семинарии спрашивают сразу же о войне. Он, брат был туда, пытался пойти. И сразу правду им сказал, о, да ты не того духа. Да он не один. Володя Пищиков на Урале точно так же. Поехал свою образованность повысить, туда в семинарии поступить тоже. Сдал все почти на четверки-пятерки, все экзамены. А там последний экзамен был, он заходит, а они так буквой П сидят. Он даже сравнился с какой-то там партийной раньше. И они сразу, там же в анкете он заполнял, что там вопрос о войне именно, как относятся к войне, о службе. И он объяснил по Евангелию, что Господь сказал, а я говорю, любите врагов ваших. Они как-то, типа, там же Сергей Радонежский благословил, ну как обычно. Он говорит, а Владыка, а Западь-то Христов. Ты что, типа, нашанс. А Сергей Радонежский благословил, они вообще не читали толкование. Хотя там есть Сергей Радонежского, можно прочитать. Там слова благословения нету. Прямо они ему не отказали, но когда он вышел, списки вывышали, кто поступил, его там не было в списках. Хотя там кто на тройке сдали, они поступили. Но Сергей Радонежский и Иисус Христос, на кого ориентироваться-то тут надо? Ну, им надо хоть на кого-нибудь ориентироваться, потому что на Христа они никак не могут ориентироваться. Я думаю, что это один из центральных вопросов, почему они не цитируют Слово Божие. Патриарх, ну, говорит, читайте иногда что-то такое. А чтобы цитируют Слово Божие к чему-то, ну, он может вначале от службы взять кусок какой-то и начинать говорить. А так, чтобы говорить Слово Божие, вот как я сейчас, допустим, Ромка Елисеев вспомнил, там еще Давида и так далее. У них этого нету. Во-первых, они так Слово Божие не знали. Им зачем оно нужно? У них надо богослужение, правильно Кадилов там махнул или нет? Он прям Кадилов, послушай, что это там, и под яком, прям щелк по хребтине. Только вузги в разные стороны и дальше. Такие там богослужения. А Сергий Радонежский, там вообще странное дело было. Дмитрий Донской зашел к нему в келью. Он долго там не выходил оттуда, из этой келью. Потом вышел, стоит, смотрит на келью. Сергий не появляется. Он тогда там пошел на коня уже, к коню подошел, и тогда Сергий вышел. И вот они стоят там, ну, против друга. Он ждет его, его уже подгоняют, говорит, уже за колонны ушли войска, говорит, не догонил даже на конях. Давайте быстрее, там, князь, что-то решать. А он стоит. Чего он стоит-то? Если благословили, там, благословил, вперед в бой на татары. Он стоит, смотрит на него. И все понимают, что-то не то. Вот в житии описывают, так прям такой напряженный момент. И он тогда запрыгивает на коня и опять на него смотрит. И он подошел к нему. Подошел, говорит, так это, и положил руку ему и говорит, ну, иди, будет твоя победа. И все. Где это благословение-то? Из чего? Благословил сразу. Да победа какая была? Из 450 тысяч, едва ли 35 осталось живых. И самого Дмитрия нашли, он почти задохнулся уже, под грудой тела лежал. Уже откачали еле-еле. Это называется первая победа. Ненадолго она была еще. Да, там потом дальше события такие развивались. Ну, тут, видимо, еще нужно говорить о том, что ищущие противоречия находят более 150 тысячов свечаевых писаний. И одно из них, это как раз и есть противоречия находят, и это противоречия. Да, кстати, есть противоречия на самом деле нет, потому что мы должны знать, что мы горшки, как мы можем чего-то говорить против действий Творца. Да, он сказал, значит, израильному народу, который является богоизванным народом, вот идите и побеждайте этот народ. Они должны были делать почему-то, потому что они не знали Бога и не хотели знать. Он знал, что Господу известно, будут они причиняться его уставам. Я еще так думаю, что в Новом Завете все новое, в Творье все новое. Я так думаю от себя, от себя думаю, что вот эта вся воинственность, она идет от большевиков, вот сегодняшняя. Потому что коммунистов запустили практически во все сферы высшей власти церковной. А коммунистам что одно нужно было? Убивать и убивать. Ведь патриарх Тихон, когда к нему от Деникина пробралась группа офицеров, чтобы благословил на борьбу с красной нечистью, а он уже и сидел в тюрьме, когда посидел. И он не дал благословения, патриарх Тихон. Почему он является у нас последним истинным патриархом? Господь дал же такое ему время, да? Необыкновенное вывести. Вывести все это. Вывести православие на этот уровень, когда люди массово шли ко Христу. И он был одним из них. Не пошел на это. Даже они бы освободили, может быть, тогда благословения там. Но это было не по Евангелии. Хотя мы уже в России тогда были в полках, везде полковые священники, молились. Да и революция тоже. Это некое уже заслуженное, можно сказать, подготовленное уже самим ходом и самим прозвращением. Называется посеявший ветер, пожелание. Да, именно, да. Ну как остановить? Это уже идет, это уже неправильно остановить. Ну, наверное, уже заслужили уже. Еще, когда, так говорится, помните, когда царскую семью расстреляли в Ипатерском доме, в Екатеринбурге, то от цесаревича убили сразу и Николая сразу убили. А женщин добивали ходили. Ну и потом говорят, а почему? И там потом где-то уже в литературе всплыло, оказывается, у них корсеты были полностью набиты бриллиантами. Представляете? И пули отскак, ну ясно, ну бриллиант. Пули, она не пробивает, они кашетят, конечно. Но там раны такие страшные, они мучаются, и они подходили, их добивали. Они даже сами не поняли, что это такое. Потом уже. И представьте, вроде бы все святые и так далее, а что-то хотелось немножко все-таки унести до себя, да? Уже все проиграно, царя батюшки. Но с другой стороны взять, просто так вот отказаться от власти великой. Он до такой степени был, действительно, вот душа у него такая колебалась. С одной стороны, хотелось быть истинным христианином, с другой стороны, он это не мог сделать. И воевал по этому же. Относился бы вот так, как Христос сказал о войне, и все, и многого бы не было. И Господь бы помог. Отсюда его помог Александру Третьему. Воин-то не было при нем, при отце. А Николай Второй, все говорят, самый такой был добрый царь, самый добрый, которому ну никак нельзя было воевать. Говорит, по сравнению со своим отцом, метр девяносто восемь, Александр Третий, громадина такой, говорит, мускулистый, занимался там, поднимал такие тяжести. Когда у них сошел царско-сельское село, там это железнодорога была, с Петербурга, и сошел поезд, и они были как раз в столовой в этот момент, утром завтракали. И вагон сложился, ну они немножко и такие были вагоны, полегче, и вагон сложился. И он, чтобы семью не задавило, вот так встал и держал, пока вытаскивали всех оттуда. Всех вытащили, никто не поранился, а он надорвался. Ну такой здоровый был, ну кто удержит-то? И ему Бог не дал воевать. Прошло царство, они его там сколько, 16 лет, и ничего не было. А Николаю Второму досталось по полной программе. Ну душил он, будь здоров, вообще, население. Александр Третий-то. Да, ну а как он? Как там, я тоже так не могу сказать, что он такой прям христианский царь. Да я не про это говорю, о чем-то, ты что? Вообще нету христианских царей. Да, погубил он там... Но старобрячество гнали. Гнали, гнали. Первые секреты были, все гнали же. Александр Третий-то гнали. Это уже война 4-5 года с Японией, полностью проигранная. И Николаем Вторым уже дала возможность обществу всколыхнуться. И тогда он Конституцию вел уже. И по ней все религии равны. Это говорит о том, что он политик был хороший. Александр Третий. Александр Третий? Да, ты, наверное, раз без воин. Страшно. Не было еще авторитета. А Николай Второй слабый был. Российский был авторитет по Европе. Совершенно. Я могу только одно сказать из всех этих выводов. Я постоянно пытаюсь выводы делать. Третий Третий, значит, я насмотрелся на него, наслушался. Я думаю так, что не хватало только одного. Есть истинное знание Слова Божьего. И никогда государство не может быть православным, католическим или буддистским оно может быть. Конечно, это ничего не значит. А там, где Христос, никогда не может быть христианское государство. И начинают. Вот сделали в Иерусалиме. Победили Сарацин. И в Иерусалиме сделали королевский Иерусалим. Христианское государство. Вырезали полностью мусульман. А мусульмане потом захватили через 90 лет этот Иерусалим обратно. Христиане вырезали. Оставили их. Ну там какие-то дани платили там. И даже церкви оставили. Показали пример. Нам они показали пример. А мы никакого примера не показали. Только злому такую унесли, что до сих пор все это. А если мы истинно шли с Евангелием? Ну как протестанты сейчас идут. Там сейчас есть такой журнал мучеников. И разные страны. Ну протестанты, конечно. Разные страны показаны. И как они относятся к тем, кто несет Слово Божие. И там разными цветами. Допустим, когда все хорошо, то белый цвет. Если сильное гонение, то черный цвет. Если так, то серый. И там где не убивают, а только в тюрьмы сажают. Коричневый. Ну тоже жесткий как бы. Где черный, там прямо убивают. И Россия вся серым цветом. То есть умеренное. Гонение умеренное. То есть все равно гонят. Иногда там написано садят в тюрьме. То есть и Россия еще. А кто это делает? Путин? А Путину кто подсказывает? Кому он вот такие букеты цветов носит на те заименитства каждый раз? Вот такие кучи букеты цветов. Патриарху подходит Путин с таким букетом цветов. Ну так смешно. Чего не видели, что ли? Да видели, видели. День рождения, когда справляет Патриарха. Ну что ему цветы? Ну что красно одеяльца, что ли? Но рейтинги составляют очень ангажированные агентства и экспертные сообщества. Здесь вот на цветах закладываются. И ни разу Путин не поцеловал его десницу. Как должен, ну если православный там государь. А вот Путину один пытался. Ну это уже вопрос к тому, кто не дался. Священник, да? Патриарх ему пытался. Патриарх. И поэтому мы должны сделать свой вывод, что нету на земле нашего отечества. Вот кому не нравится, кому нравится, аллилуйя, я такой именно. Ну нету на земле отечества нашего. Ни в Америке, ни в Германии, ни в Сирии, ни на Украине, ни в России. Нету этого отечества. Отечество на небесах. И мы с вами получаемся для вот этих неверующих людей, язычников, настоящие придурки. Но есть земное отечество, можно разделять небесное и земное? Нет. Нету земного отечества, я тебе еще раз говорю. Нету. Завод на целях отечества. Про отечество у меня мысль такая. То есть в Ветхом Завете, когда евреи были богоизбранный народ, было земное отечество. И Господь помогал защищать это земное отечество на земле. Так он сам туда их отправил. Земля отечества. Да. Земля отечества. Вот ваше отечество, я вам буду помогать его защищать. Если другие народы, единические, будут вас защищать. Они вначале должны еще обрести его. Да. Иди до него. Сами дозреть до него. Да. Что произошло в Новом Завете? Распяли Господа, предали его. И он их за это наказал, отняв земное отечество, рассебил. Нету земного отечества. Да. А они. Это ты от себя? От себя. Да это Златоуз говорит. Так. Да, конечно. Ты просто забыл уже. Но мысль отличная. Вот. И раз земного отечества нет, и Новый Завет. И когда эти евреи ждали Мессию, они его ждали как начальника, защитника земного отечества. Так, возврат принесет им возврат. Они же были, опять же, они были в плену у Рима. И они вместо того, чтобы каяться, хотели кровью опять всех. А Господь уже не помогал им. Господь говорит. Устал. Устал. Он в другое пришел в отечество. Разведать. Одна небольшая реманка. Не только ждали, а ждут. Да. До сих пор. Они еще в этой пороге. То есть они до сих пор, еще в этом младенческом возрасте, человек, то есть то, что можно ребенку преподать груди матери, двухлетней, уже, если это будет десятилетней, уже это неприлично. То есть вот этим евреям сейчас неприлично убивать, защищать земное отечество, которое отнял Господь Бог, уже новый завет. В итоге изменился уже и ожидаемый. Раньше ждали одного. В принципе, сейчас живут уже, ждут изначально другого. Сейчас есть миссионер. Сейчас они ждут опять. Что такое мессия? Вот они не скрывают, что... Заметьте, Господь обещал мессию, что придет мессия, то есть он говорит, как бы, он же не мог сказать, приду я, будете меня слушать воплоти. Я вам буду по-другому с вами разговаривать, уже от головы до темени все в язву. Во что вас бить еще, уже как вам? То есть ребенка накажешь, накажешь, накажешь. Моисей сказал, придет пророк. Сережа, мессия, придет пророк, Моисей говорит, 30 глава 15 стих. Его, как меня, слушайте. Придет пророк, такой же, как я. Его, как меня, слушайте. Это и есть мессия. А мессия, он Христос еще. Они разделили Христа и мессия. Еще вдобавок ко всему. И подошел Христос. Не подошел. Ну да. То есть царь и мессия должны быть. А вот это второй мессия, которого они ждут, антикрист, они его что, примут или не примут? Примут. Не примут. А вот одни, как раз, примут, а другие не примут. А Господь сам сказал. Что, Наркесия? Я буду все сказать, что меня, который не приняли, а тот, который от человека, того примите. Нет, большинство. И он, он, его царство им даст. Большинство примут. Написано так, остаток Израиля спасется. А остаток спасется. А остаток, это меньше. А в другом месте написано еще, весь Израиль спасется. В этом остатке. В этом остатке. Именно как видите, как все правят. Это верно. Все почему-то прям знают. Это хорошо. Это проходили за это место. Дело все в том, тогда, тогда кто будет возмущаться-то, когда он сядет на престоле в храме Божием, выдавая себя за Бога? Кто тогда возмущаться-то будет? И написано о нем. И они, плюясь, уйдут от него, понимая, что они распяли, распяли из Мессию. Поймут после Ирии и Единоху. Нет. Нет. Не поймут. Там написано, подарки друг другу будут слать. Не поймут. Это будет подготовка их. Будет подготовка. Они все еще не поймут. Поэтому их и убьют. А вот все будет тогда, когда они увидят, что человек, Мессия, которого они ждали, он скажет, я Бог. Нету Бога в образе человека для евреев. Нету. Как и для мусульман. Поэтому непонятно, что будет с мусульманами. Они не примут его, как Бог. Или он сразу начнет гонение на них. Или до этого уже будет мусульманство сильно подорвано. Так что ничего не будет значить уже остаток ему. Потому что про мусульмаста ничего не говорится. Говорится, его примут народы. Поклонятся ему. Что будет против света, которые ждут тысячелетнее царство. Нет, но эти поклонятся. Это понятно все. Христиане все, буддисты, конфуциане, католики, православные. Эти все поклонятся. Это естественно даже. Как не поклониться? В последний раз даст им победу над северными народами. Язычники. Все-таки они победят в войне. В защите этого земного. Победит антихрист. Он будет возглавлять войска. Почему его потом сделают северным правителем? Антихрист будет возглавлять войска. Как в роде народа севера. Около, недалеко от Иерусалима. Они сойдутся. В Толине дура. Это же будет еврей, и он будет... Конечно, он еврей будет. Все будут знать, что он еврей. Воевать-то будут с евреями же, северными народами. Евреи тоже будут в этих войсках, но не только евреи-то будут. Дело все в том, что там будет 10 царей, которых он победит. Семеро примут его, а трое, три царя, они примут. И ему придется их государство захватывать. Этих царей убьют, и тогда они станут вассалами его. То есть одна половина земли уже как бы ему принадлежит. А он будет как выдвиженец от какого-то сообщества. Ну какого мы знаем, что там, на казаками заводить. Они и сейчас сильны. В принципе, большинство сообществ. Они сейчас сразу разрушены. Они сойдут на присяги. Они просто сейчас не знают, кто висел. Как только они его выявят, все сразу. Мне надо троих машин, троих людей и машину, чтобы перевезти палатку и установить ее для крещения. У меня машина там стоит. Чтобы переодеться, да. Вот трое желающих палатку установить. Да, еще я хотел добавить сюда, Сережа, твоим словам. И сейчас они, это не земное их отечество. Потому что это все искусство созданное, искусственно созданное. И там кровь льется постоянно у них. Видели этот израиль на карте? Ну да, палецинец. Вот так кусок, здесь, здесь какой-то кусок. Иерусалим там поделен, там, восточная часть, западная, все. То есть вот так вот, все урывками такими. Господь все еще показывает им, вы искусственно хотите себе землю амбитованную сделать, а я вам не даю ее сделать. И вы воюете со своими братьями, а этот мир должен быть давно уже и добро, потому что пришел Христос. Аминь. Господь нашего слава. Аминь. Аминь. Аминь.